С утра понедельника в проходной городского кемата стоял неимоверный шум. Старики и молодежь осаждали местную администрацию. На прошлой неделе власти объявили о сборе документов пострадавшими от паводка для выплаты им компенсации. Услышав об этом, люди тут же устремились за вожделенной помощью. Они также ждут, не дождутся оценщиков, которые обследуют их дома. Мы уже неделю живем у друзей. Как нам быть, что делать, где жить? Не могу все время жить у друзей. Сказали ничего не трогать, но там же палацы все мокрые, как просто, где жить? Я боюсь, что могут не выплатить ущерб, поэтому пришла в Акимат, чтобы лично рассказать о своей проблеме. Меня расстроило то, что в дни паводка к нам не пришел ни один депутат, в том числе тот, за которого мы голосовали. Еще одна пострадавшая – Айсауле Даулит Калиева. Она последние несколько дней с семьей проживала в пункте временного размещения. Выселяя ее в эти выходные, власти вручили ей 30 тысяч тенге на аренду жилья. Женщина не знает, куда ей возвращаться через месяц, если ей не выплатят компенсацию. На ней кредиты, а также больная циррозом печени и свекровь. На что делать ремонт, вопрошает женщина. Представители комиссии по определению паводка не приходили ко мне домой. В то время, когда я находилась на пункте временного размещения на базе средней школы номер 10, со мной разговаривали лишь представители отдела земельных отношений. Они интересовались, стою ли я в очереди за земельным участком. Мой дом в ужасном состоянии. Нам сказали, придут оценщики. А когда придут, все уже гниет. В аналогичной ситуации и Алтынай Алтыбаева. Женщина с мужем воспитывают трех дочерей, одна из которых инвалид второй группы. С обокупного заработка с супругом, по словам Алии, хватает лишь на оплату аренды, дачного домика, еду, одежду детей и лекарства. Каждый год наступит. Лишь в этом году объявили ЧАЭС. Все три дочери больные. Двоих на днях оформила в лечебный интернат для туб больных. Они контактные. А та дочь, которая имеет инвалидность, уже болеет туберкулезом. Глава региона Бердбек Сапарбаев сказал, что помогать в первую очередь будут семьям, в которых имеются инвалиды. Я прошу власти обратить на нас внимание. Тем временем большая часть из 785 пострадавших, остановившихся в пунктах размещения, покинули свой временный приют. Но идти им пока некуда. Они просятся к знакомым и друзьям. 110 семьям власти дали деньги на аренду жилья. В Акимате отметили, что пункты при школах пришлось освободить из-за санитарных требований. Они не предназначены для длительного проживания. К примеру, из 15-й средней школы выехали все 88 пострадавших от паводка. Остались одни кровати и матрасы. С 15 апреля начался этот процесс. 20 семей, в общем 88 человек расположились все. От народа помощь была, от медики тоже график составили. От школы тоже график составили. 22-го все разошлись. Все, у кого дома высохли, домой пошли, к родственникам поехали. И Акимат двум семьям, где есть инвалиды, помогли на один месяц. Сняли квартиру на один месяц. Представители городского Акимата и других структур тем временем сейчас в составе специальной комиссии обследуют дома, пострадавшие от паводка. Глава региона поставил задачу тщательно провести работу и представить ему полную и объективную картину по выплате ущерба. Акмарал Майкуз, Валимжан Молдобеков, программа «Факт». Акмарал Майкуз, Валимжан Молдобеков, программа «Факт».